Это как раз те молодые сочинцы, которые принимают самоактивное участие в жизни города. Они организуют различные мероприятия и часто сами становятся инициаторами создания клубов или движений. Студентка Галина Вавилова организовала молодежный клуб «Альтернатива» и вместе с другими сокурсниками факультета экология вводит детей в увлекательные походы. Причем не боится брать на себя ответственность и берет в город трудных подростков. Мы были в Лобинском районе Красноярского края, это для нас была неизведанная территория. И поначалу, конечно, было очень сложно, трудно, большие километры, нам приходилось проходить большие рюкзаки. Но по преодолению этих маршрутов, этих километров, мы становились все ближе друг к другу, и ребята открылись для меня совершенно другой стороны. Сегодня грамоты и благодарственные письма получили еще и те молодые люди, которые не просто набудят порядок около памятных мест на территории Сочи, но и реставрируют их. Это активисты молодой гвардии «Единой России». Во-первых, это для себя моральное удовлетворение получаем, то, что мы помогаем людям, элементарные слова благодарности для нас – это, как я не знаю, песня для души, ну, и на пользу города. А еще молодежь отличилась при проведении различных антитабачных шествий, акций и флешмобов. Они призывают сочинцев и гостей курорта вести здоровый образ жизни, жить интересно, с уважением друг к другу. Яна Тазлиян три года назад совет школы выбрал президентом. В этом году она победила в городском конкурсе «Лидер года». Знаете, я считаю, что нужно быть просто активным и жизнерадостным, чтобы успевать… и, во-первых, самое главное правило лидера – это успевать все. То есть совмещать приятное с полезным. Сегодня молодогвардейцы работают на детских дворовых площадках. Это тоже социальная инициатива молодых сочинцев. Глава города с гордостью отметил, что Сочи получил новое достойное и интересное поколение. Поколение, которое росло и выросло в условиях подготовки к Олимпийским играм, в условиях мотивации к спорту, к здоровому образу жизни. Это замечательно. Нам бы это не потерять, а наоборот, чтобы эта работа шла по наступателю, чтобы как можно больше ребят выбирали для себя спорт. Сегодня были отмечены не только те ребята, которые занимаются активной общественной деятельностью, но и те, кто достиг успехов в учебе, творчестве и спорте.